Правило заряжения иглы в иглодержатель. Правило трех третий. Игла, губки иглодержателя и нить для узлового шва делятся по длине на три равные части. Иглу фиксируем в иглодержателе так, чтобы одна ее треть длины была обращена к ушку, а две трети к острию. Данное соотношение позволит выколоть иглу из тканей, зафиксировать ее и снизить вероятность поломки. Фиксация иглы ближе к середине или у его самого ушка является неправильной. Положение иглы в иглодержателе должно быть таким, чтобы одна-три длины его губок была обращена к кончику, а две трети к замку. Более близкое положение иглы к замку портит иглодержатель. Со временем снижается надежность фиксации иглы в правильном положении. А выступающий кончик создает помехи при наложении шва в глубине раны. Нить в иглу, зафиксированную в иглодержателе, заряжается следующим образом. Один конец нити фиксируется пальцами руки, в которой находится иглодержатель. А второй конец подводится другой рукой к концу иглодержателя. И после упора на него легким надавливаем вдавливается в разъемное ушко иглы. Подтягивая за концы нити, делаем соотношение 1 к 3. Короткая часть нити, 2 к 3, длинная. Это соотношение необходимо для обеспечения одинаковой длины концов нити по обе стороны раны при наложении узлового шва. Положение иглодержателя в руке хирурга должно быть удобным для работы. Большой и безымянный пальцы вставляются в кольца инструмента, а указательный играет роль рычага, упираясь на бранши. Существует вариант фиксации иглодержателя обхватом браншей. В этом случае, чтобы открыть замок инструмента, указанное выше пальцы будет необходимо периодически вставлять в кольца. Так как большинство швов накладываются изогнутыми иглами, движение иглодержателя вместе с кистью и предплечьем должно быть вращательным, повторяющим кривизну иглы. Для наложения большинства швов также необходим пинцет, который фиксируется в другой руке в положении пищевого пера. С одной стороны большой палец, с другой указательный и средний. Положение пинцета в кулаке с овхатом сверху является неправильным.